Что делать, если неинтересно жить, как будто уже все понял о жизни и нет интереса? Становиться практиком. Обычно это ботское состояние, когда вы устали от своего воплощения, вы уже все поняли, и вы в этой реальности 3D-шной реально ничего больше не хотите. Это хорошая ступень для того, чтобы стать практиком, начать практиковать и углубляться в мир бесконечных интересных инсайтов и вечности. Как раз это вход туда, а там уже не может быть скучно. Как может быть скучно-то? Обычно такие ощущения у людей, которые имеют уже жизненный опыт или опыт души набранный, им реально все эти игры неинтересны. Но естественное движение из этого расширения своего бытия, искать другие миры, другие реализации себя в других слоях. Обратиться к тому, почему мне скучно, почему Аватар заскучал, что он делает не то что-то. Значит, что он не соединен сам с собой, со своим каким-то предназначением, призванием, ну вот с чем-то. А призвание у нас у всех только одно – с Богом соединиться. Ну, хотел спросить, с чего начать, но ты уже сказала, по сути. Потихонечку двигаться в практиках. Потихонечку изучать себя, свой внутренний мир. Если внешний космос неинтересный, внутренний космос может быть еще не охвачен. А охватить его никогда невозможно до конца. Я сотворила Бога. Я сотворила тьму. Я сотворила мир. Я сотворила войну. Я сотворила жалость. Я сотворила честь. Я сотворила вечность, когда вспомнила, кто я есть. Теперь я передам эти знания всем, кто захочет прикоснуться к вечному. Каждый из нас — Бог в своем потенциале. Мы сами создаем свою игру и зовем ее «Реальность». Твоя реальность — твой выбор. Ты можешь научиться видеть жизнь с позиции архитектора, получить практики для раскрытия своего гения, соединиться со своим духом, пробудить тело и запустить энергию кундалини, выйти в полную открытость и свободу, свободу Создателя. Присоединяйся к путешествию в сердце острова Бали, вживую или онлайн, и стань частью нового курса «Вечная».